Мы находимся у клуба детского творчества населенного пункта Волноваха, который вошел в состав ДНР совсем недавно, то есть был освобожден. Здесь раздавали гуманитарную помощь, которая прибыла из Якутии. Это вторая часть, первую часть мы раздавали на площади, и это собрало огромное количество людей. Видя эмоции, которые были написаны у детей и жителей этого населенного пункта, это единственная мысль, которая приходила на ум, почему ее так мало. Не толкайтесь, большая просьба. Не толкайтесь, пожалуйста. Мы вчера подписали с вашим правительством ДНР соглашение, коммунике о том, что мы будем помогать, чем сможем. Сегодня с руководством вашего города мы проедем по объектам разрушенным, посмотрим, чем мы сможем вам помочь, и обязательно будем это делать. Вся страна, вся Россия сегодня мобилизуется и сегодня вместе с вами. У нас есть хорошие примеры совсем недалекой истории. Вы знаете, что в 2014 году Крым вернулся в свою родную российскую гавань. И вы видите, что за эти 8 лет Крым абсолютно изменился. Жители этих республик столкнулись с огромными проблемами, связанными с отсутствием продуктов, питания, предметов первой необходимости, с разрушенной во многих местах социальной инфраструктурой, разрушенным жильем. И нам, жителям Якутии, которые живут в суровых условиях Крайнего Севера, конечно же, близко понимание того, что в таких условиях, конечно, должна быть обязательно взаимопомощь. Мы должны помогать людям, оказавшись в трудной жизненной ситуации. Я рад, что многие регионы страны поддерживают сегодня жителей Луганска, жителей Донецка и не исключение нашей республики. Якутияне собрали уже большое количество гуманитарной помощи. По моему решению, из резервного фонда были выделены для этого средства. Первая партия гуманитарной помощи уже была доставлена и роздана жителям в Луганске, в Рубежном, в котором до сих пор идут бои. Это очень важно. И сейчас, по моему решению, в эти дни в Донецкую Народную Республику едет правительственная делегация во главе с Андреем Саномичем Федотовым, первым заместителем председателя правительства, постоянным поспредом республики в Москве, которая по приглашению главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина посетит Донецк, посетит Волноваху. И на месте проведет работу по оказанию в том числе и гуманитарной помощи. Мы вторую партию уже гуманитарной помощи отправим вместе с ними. И также, конечно же, мы, как и многие другие регионы страны, будем помогать территориям Донецкой Народной Республики в восстановлении после тяжелых боев по освобождению Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики от бандеровцев. Связи между народными республиками ДНР и ЛНР, между республикой Саха-Якутия и Россией формировались, естественно, давно. Но вот эта детская площадка находится в Бамбройсевском районе Донецкой Народной Республики. Была построена еще до начала специальной операции. Ну, как мы все знаем, действительно, у нас в Якутии с 22 февраля 2022 года работает пункт сбора гуманитарной помощи. Пункт сбора был инициирован в Общественной палате Республики Саха-Якутия совместно с Российским Красным Крестом, совместно с Ресурсным Центром Добровольчества. И вот на сегодняшний день мы собрали более 7 тонн гуманитарной помощи. Мы различными партиями отправляем груз от Якутии в Донбасс. И сейчас у нас сбор идет непрерывно, то есть на постоянной основе у нас население и предприятия нашей республики активно принимают участие при сборе гуманитарной помощи, а также оказывают финансовую помощь. Но на сегодняшний день мы уже отправили один груз, один самолет, две тонны гуманитарной помощи. И сейчас тоже планируется следующая отправка, тоже так же будем работать, пока есть силы и возможности. В основном мы отправляем отсюда население несет гуманитарную помощь в виде детского питания, детских принадлежностей, одежды, продуктов питания. И, конечно же, постельные принадлежности, это одеяло, подушки, матрасы, постельное белье и различные средства личной гигиены. Вся гуманитарная помощь, которую мы собираем, она, конечно, в первую очередь распределяется по трем складам, которые у нас есть в России, это либо в Ростов, либо же в Белгород, да, и оттуда уже распределяется по беженцам, либо же в Донецкую Луганскую Народную Республику. Как заявил постоянный представитель Якутии при президенте Российской Федерации Андрей Федотов, подписывая коммунике о сотрудничестве между Якутией и ДНР, народы наших республик с давних пор живут вместе. И для северян южной земли нашей огромной державы всегда были землей гостеприимства. Ведь во многом промышленные традиции Якутии ведут свое начало именно с Донбасса. В то время, когда формировался Нижний район, как промышленное сердце республики, естественно, необходимы были шахтеры, угольщики, горняки для освоения всех этих месторождений. И, естественно, упор в Советском Союзе стоялся именно на людей, которые могли бы этим заниматься. И, естественно, много очень горняков проживало и работало на территории Донецкой Республики сегодня, да, Луганской Республики. То бишь, в регионах Украины, где эта отрасль была уже развита. Поэтому, естественный прирост, естественный приезд обеспечился и начало всех этих работ. Очень много людей приезжало именно с Украины. Они занимались стройкой, развитием нашего региона. И сейчас, конечно, их дети, уже где-то их внуки продолжают работать в нашем районе на наших угледобывающих предприятиях. И на предприятиях различной сферы, которые существуют и функционируют на территории нашего района. Расскажите, пожалуйста, о сотрудничестве, о помощи, которые оказываются друг другу, какие-то связи. Значит, ну, действительно, вот хочу вам сказать, что действительно в это непростое время для признанных республик ДНР и ЛНР. Естественно, все жители нашего района, все предприятия нашего района сегодня активно включены по сбору средств и материальной помощи для отправки в данные регионы. Работа абсолютно благородная, которой не нужно особо было призывать. Люди сами проявили эту инициативу. И сегодня эта работа успешно проводится. И в ближайшее время мы направим свою помощь от жителей нашего района, жителям республик ДНР и ЛНР. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова